По квитанции перерасчет 5611 – это отопление за период январь-май 2019 года. Ольга Ханчина показывает свою последнюю квитанцию от управляющей компании. 2500 – текущие платежи и 5600 – перерасчет за отопление за первые пять месяцев этого года. Итого – 8000 к оплате. Ольга, говорит, была в шоке от таких цифр. В этот дом на Апрельской 4 жильцы заехали только в декабре прошлого года. За отопление, по словам женщины, платили исправно. Откуда взялись такие суммы, девушка не понимает. Мы каждый месяц платим 1000 рублей. У нас выходит по квадратурно платеж. То тут, получается, за пять месяцев мы не платили как будто вообще. У нас не такая холодная зима была, чтобы по май мы прям сверх нормы платили. Но, судя по квитанциям, получается, что сверх нормы должны заплатить жители двух домов на этой улице. Апрельская 4 и Апрельская 7. Цифры всем пришли примерно одинаковые – 5, 6, 7 тысяч рублей. Жители говорят, в управляющей компании им толком ничего не поясняют, только предлагают рассрочку на пять месяцев. Люди уверены – эти суммы незаконны. Это незаконно, это нереально просто. Но у нас тогда отопление получается золотое. То есть у нас не такая зима, там 45 градусов. Чтобы у нас с отоплением было по 3, почти 3,300, я считала, примерно, если вот с этим перерасчетом. 3,300 в месяц только за отопление. Но в управляющей компании «Комфорт Сити» говорят – все суммы абсолютно законны. Дело в том, что дома новые и статистики потребления у них нет. Поэтому с января по май за отопление жители платили по нормативу, который устанавливают краевые власти. Но объем фактического потребления оказался в два раза выше. Если в цифрах, то люди потратили отопление на 2 миллиона рублей больше, чем заплатили. Эту сумму и разделили между всеми жильцами. Получилось, что на один квадратный метр жилых помещений корректировка стояла 97 рублей 42 копейки. Ну и дальше автоматом, если у человека 100 квадратов площадь, то, значит, соответственно, 97 умножается на 100 и так далее. То есть надо понимать, что это корректировка, которая ежегодно проводится по всему городу. Но она в данном случае идет не за весь год, а за ту часть, когда эти дома были у нас на обслуживании в части исполнения данной коммунальной услуги. В управляющей компании говорят, эти суммы людям заплатить все равно придется, хотя жители пока делать этого не намерены. И сегодня уже отправили обращение в Краевую прокуратуру с просьбой проверить законность этого перерасчета. Софья Питеркина, Сергей Малафеев, Новости ТВК.